Серебряное кольцо. Авторские путешествия из первых рук. Владимир Владимирович Мда. Именно здесь с 7 октября 1952 года и родился Владимир Владимирович Путин. Здание напротив. Номер 12 по улице Маяковского. Номер шли институтной архирургии имени профессора Андрея Львовича Поленова. Память о котором установлен перед ним. Это бывшая Александровская больница. Носила она имя императора Александра I, то есть сына Марии Федоровны. Ну и Надеждинская улица называлась потому, что сюда как раз шли больные с надеждой на изделение. В свое время комный спорт был еще более популярен, чем сегодня. Каждый богатый барин мечтал создать лучшую скаковую конюшню. Частую, например, офицерские скачки на приз государя-императора, на приз главнокомандующего, на приз великого князя, на приз какого-либо иностранного монарха собирали тысячи зрителей. Между прочим, Петербургский ипподром ведь располагался в том же квартале, что и офис компании Серебряное кольцо. То есть на территории парка Театра юных зрителей, на территории Семеновского плаца или Пионерской площади. А мы с вами находимся внутри построек главного управления конно- или конезаводства. Мы с вами увидим еще роскошные рельефы, которые напоминают нам о том, что лошадь это друг человека, сейчас как видите друг человека это автомобиль. Ну а вот это вот замечательное здание, которое не все эти люди знают, это бывший манеж, где перед выставками, где, как правило, кони российского производства брали первые призы, тренировали лошадей. Между прочим, в 1912 году в Стокгольме на Олимпийских играх впервые выступила российская команда и награды завоевали как раз спортсмены-наездники. Итак, угол улиц Бассейной и Надеждинской, или, если хотите, Некрасовой и Маяковского. Кстати, человек рассеянный, жил в улице Бассейной именно здесь, а не у Московского парка Победы. В 1976 году здесь, в сквере, был открыт памятник Владимиру Владимировичу Маяковскому. Такого роскошного, как на Триумфальной площади в Москве, к сожалению, в нашем городе нет. Вот есть такая легенда, что когда-то некий ленинградский фортной заключил в паре, что он за ночь сошьет кепку, которую вполне можно будет наклобочить на обритую голову знаменитого поэта. Что интересно, он выиграл парей. И давайте обратим внимание на огромное серое здание на углу, наискосок. Здесь когда-то была квартира знаменитого русского артиста. Это мы с вами возвращаемся в тему Ленинград кинематографический, а в какой-то степени и Москва кинематографическая. Здесь жил до войны Леонид Успевич Утесов. Потом мы увидим и мемориальную доску тоже. Кто же делал самую первую отечественную кинокомедию «Веселые ребята» тогда, в первой половине 1930-х годов? Ну, во-первых, авторы сценария, во-вторых, режиссер Григорий Васильевич Александров, актриса Любовь Петровна Орлова, композитор Исаак Успевич Дунаевский и Леонид Успевич Утесов. Так вот, Дунаевский и Утесов жили тогда в Ленинграде, а Орлова Александров в Москве, прогуливаясь по Москве, выполняя нашу программу «Москва театральная» и «Москва кинематографическая». Мы непременно подойдем к дому на Пушковской площади, где висят мемориальные доски. Так вот, чаще приезжали Орловы и Александры в Ленинград, а не Утесов и Дунаевский в Москву. И вот одна из самых знаменитых сцен вот этой кинокомедии, сцена музыкальной драки. Музыканты из вот этого самого оркестра и джаз-банды Утесова, те, с кем и работали, Ленинграде, друг друга, помните, с упоением, калашматит музыкальными инструментами. Драка снималась в этом доме, в квартире Утесова. Более того, вот посмотрите этот фильм, обратите внимание, из окон квартиры открывается вид на те самые кварталы литейной части, Прогулку по которой мы с вами и завершаем на этом углу. Эту фразу надо играть не так. Нет так. Он прав. Нет, он не прав. Нет прав. Эту фразу надо играть так. Нет так. Ну, ты играй, играй. А рука? Волю не давать.